Всем привет! Сегодня Господь дает нам слово из книги Даниила с 11 главы, с 32 стиха. Там написано, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. В расширенном переводе Библии это звучит так. Люди, которые знают своего Бога, покажут себя сильными и будут стоять твердо или прочно, и будут совершать подвиги для Бога. Вот к чему ведет нас Господь, я верю, что Он нам и открывает в этом слове на сегодня. Вот что Он приготовил для Своих избранных сосудов. Его люди, не нечестивые, но Его люди усилятся и будут действовать, совершая подвиги для Бога. И что это за подвиги? Это подвиги веры. Мы боремся доброй борьбой веры, согласно первому спасанию Тимофея 6.12. Поэтому и подвиги это подвиги веры. Все, за что мы сражаемся, стоим в своей вере в победоносном конце исполнения. То есть, когда мы получаем исполнение проявления того, во что мы верили, будет сочтено подвигом нашей веры. Вот почему мы должны держаться нашей веры. Ведь именно и только верой мы можем совершать подвиги для Бога и для Царства Божьего. Вера и молитва и веры мы должны собирать урожай душ. И только так мы и можем его собрать. Вера и молитва и веры мы и должны демонстрировать Царство. Это все и есть подвигами нашей веры. И вот почему, когда в истории церкви мы видели разделение, уныние и теоподобные вещи, что часто раздалось путем, которое было далеко от истины. Мы видели, что люди переставали спасаться и приходить в церкви. Почему? Потому что люди в теле Христа оставляли веру, а потому не могли совершать ничего для Бога. Но только подвигами веры людей Божьих может быть сделана работа Божья. Только через подвиги веры заблудшие люди будут привлечены в Царство Божье. И пророческое слово в книге Даниила открывает нам, что в последнее время люди Божьи укрепятся силой Божьей и будут совершать подвиги верой. Это и сделает Божью работу сделанной. Каждый возрожденный верующий может исполнить свою миссию на земле только через веру, что и будет его подвигом веры, за что он и получит свой венец. И слава Божья говорит, что это будет сделано. Люди Божьи усилятся и будут действовать для Бога. Позвольте всего беспорядка в мире, люди Божьи усилятся и будут совершать подвиги. Поэтому всем, кто желает исполнить свою миссию, совершив подвиги для Бога, нужно держаться своей верой, постоянно возрастая в ней. И через слышание сильного слова Божьего, или через слышание твердой пищи истины, возрастая в своей вере. И сила веры, соединенная с помазанием Духа Святого, будет творить чудеса и совершать подвиги. И это то, что Боги приготовили в своей церкви, и что Он и ожидает от нее. Поэтому каждый должен занять свое место в своей вере, иначе он не будет иметь участие с побеждающими. Но мы здесь, чтобы победить, точнее, чтобы установить победу Иисуса на этой земле. Чтобы прославить этим Отца и Сына подвигами веры, через эти подвиги веры. И это будет сделано. Слово Божье говорит нам, что это будет исполнено. И давайте согласимся в том, что каждый из нас будет иметь в этом часть. Аллилуйя, слава Богу. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово. Мы принимаем это прочее, скажем, слово, и пусть оно исполнится в нашей жизни. Мы хотим, Отец, прославить Тебя. Мы хотим выполнить свою работу в это последнее время в сборе душ для Царства Божьего. Вот мы используем так, как Ты хочешь нас использовать. Мы принимаем Твое слово, которое говорит, что Твои люди усилятся и будут действовать в это последнее время. В имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.